Экономика Удмуртии пойдет в рост. Таков прогноз социально-экономического развития, который сегодня представило профильное министерство на парламентских слушаниях в Госсовете Республики. В среднесрочной перспективе прирост инвестиций ежегодно будет превышать 5%. При этом ведомстве не скрывают, что ни курс рубля, ни снижение цен на нефть в своем прогнозе на ближайшие годы Минэкономики не учитывала. В вашем докладе отмечено, что намечается на ближайшие годы рост сельхозпроизводства. Хотелось бы услышать за счет чего. Потому что мы с вами знаем, что село умирает тихонечко. Если постоянно связывать темпы роста продукции сельского хозяйства с объемами бюджетного финансирования, наверное, это будет не очень корректно. А где увеличение производительности труда? А где реализация инвестиционных проектов, которые направлены на модернизацию? В Минэкономике уверены, что сумеют выполнить амбициозные задачи, прописанные в прогнозе развития. Между тем, Минфин, формируя бюджет будущего года, исходил из принципа «жить по средствам». В 2015-м впервые за многие годы дефицит бюджета будет непредельным в 15%, а всего в 10%. Это значит, что расходы сокращаются. Но социальная направленность казны сохранится. С учетом сложности ситуации, считаю, что нам удалось выбрать, если не наиболее оптимальный вариант, наиболее безопасный с точки зрения бюджетной и социальной устойчивости. Бюджет получился жесткий, но абсолютно адекватный нынешней ситуацией. Максимально прагматичный, а потому, наверное, единственный возможный. Единственный возможный получился напряженным, и на сегодняшний день от некоторых расходов правительство отказалось совсем. По программе «Молодая семья» на будущий год закладывают 460 миллионов рублей. Эти деньги пойдут на погашение процентов тем, кто уже взял ипотеку. Поддержка новых участников программы не запланирована. Минфин объясняет это высокими банковскими процентами, которые заметно растут в последнее время. В своем бюджете Удмуртия отражает федеральные тенденции. Так, на уровне России принято решение увеличить зарплату бюджетникам на будущий год на 5,5%. По всем четырем дорожным картам мы идем с опережением графиков, поэтому надо, наверное, согласиться с той цифрой, которая предложена в бюджете республики, повышение зарплаты по четырем дорожным картам на 5,5%. Больше бы мы сделать не сможем. В итоге доходы бюджета на будущий год составят 51 миллиард рублей, расходы – 56. Дефицит – почти 5 миллиардов. Традиционно, как и всегда, бюджет, какой он есть, такой уже есть. Дополнительно, наверное, надо искать еще возможности, за счет чего пополнить бюджет. Теперь депутатам предстоит работа в комиссиях и фракциях, детальное изучение статей и поиск компромиссов с правительством. Ксения Мороз, Василий Хохряков, телеканал «Моя Удмуртия». Он предполагает относительную активизацию инвестиционной политики, повышение эффективности бюджетных расходов, продолжение сохранения государства.